В таком виде Тойота уезжала с места происшествия. Водитель автомобиля уже отправился в отдел оформления ДТП. Юный мотоциклист отбыл в больницу и того раньше. А вот поврежденный спортбайк все еще здесь. Инспекторы ждут эвакуатор. Водитель 2010 года рождения, управляя спортбайком Мотален, двигался по улице Серпуховская и на нерегулированной перекрестке равнозначных дорог в районе дома 81 по улице Радищева не уступил дорогу транспортному средству Тойота Камри. Под управлением водителя 1976 года рождения, который двигался со стороны улицы Радищева. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с спортбайкой, каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение города Орла. Как сообщили полицейские, травмы, полученные несовершеннолетним, угрозы жизни не представляют. Однако зеленкой и пластырем дело для него не обойдется. Большинство пострадавших мотоциклистов-малолеток с места ДТП доставляются сюда, в НКМЦ имени Круглый, где врачи подчас месяцами пытаются вернуть им здоровье, утраченное за долю секунды. В отличие от репортеров, родители юных горе-мотоциклистов в операционной не допускают, хотя возможно и напрасно. После такого зрелища вопрос о том, нужен ли ребенку мототранспорт, был бы закрыт навсегда. Родителям хотелось бы пожелать, что прежде чем покупать ребенку мотоцикл, всегда подумайте о последствиях, потому что каждый из нас всегда думает, что у нас все будет прекрасно и удивительно. На самом деле это не совсем так, жизнь преподносит такие сюрпризы, к сожалению, неприятные. Поэтому берегите своих детей. Почему подростки норовят оседлать стальных коней? Возрастная психология отвечает на вопрос так. Вообще подросток, он отличается от взрослого человека тем, что у него есть особые потребности. Прежде всего, потребность выделиться. Эта потребность выделиться и быть заметным для других, заметным в глазах окружающих людей. Особенно это касается группы сверстников, единомышленников. Также велика потребность просто демонстративности. И иногда ему требуются игрушки подороже – мопеды, мотоциклы, скутеры. Вот только стоит ли родителям потакать этим склонностям? В этом году мотоциклисты недоросли открыли аварийный сезон аж 2 февраля. И продолжают в том же духе по сей упору, подчеркивая значимость проблемы в масштабах Орловщины. Ситуацию прокомментировал губернатор. Здесь совсем не хочется переключать полностью вину на родителей, но именно они порой позволяют садить за руль байков и выезжать на дороге своим детям. Прошу взрослых, подумайте, как следует, стоит ли доверять мотоцикл, скутер, мопед вашим ребятам. По сути, несовершеннолетний – это еще ребенок. Садясь за руль, он чувствует себя взрослее. Но взрослые вы, и только вы можете понимать, каким непоправимым последствиям может привести поездка. Поэтому, как отец, призываю – сохраним наших детей. В России не первый год идут разговоры об ужесточении ответственности нерадивых родителей, в том числе и доверяющих транспорт подросткам. Законодатели уже рассматривают десятки различных инициатив. Иван Суверин при содействии пресс-службы ОМВД, телеканал Первый областной.